итак товарищи я на работе сегодня будем менять вот этот вот белый друг будем ставить инсталляцию возможно кому-то будет полезно это видео инсталляция приходит вот такой вот коробочки вот это штукенция устанавливается и зашивается в стену и покупается вот такая вот кнопка отдельно естественно выбирается с разные там блин формой нажатия вот этих клавиш ну это мелочь понятно да ну естественно сам унитаз тоже идет отдельно в коробочке и он тоже подбирается под ваше желание вот какой формы и так далее и тому подобное начинаем с того что надо убрать старый унитаз мы перед тем как его снять если он уже на гофре мне очень даже сильно повезло его надо взять и слить остаток воды которая в этом промежутке осталось и только потом его убирать вот смотрим что у нас здесь получается здесь у нас выход под 45 градусов вот видите выход под 45 а нам нужно выход ровный был чтобы ровно вверх смотрел они по 45 градусов то есть значит нам нужен сюда уголок 45 и так вот наша инсталляция у нас к ней идет вот такой вот вот такой вот поворотик заглушечка так это заглушечка это удлинитель выход на соточку ну вообще выход 90 у самого инсталляции открываем на свое место защелкиваем есть защелкнулась смотрим что у нас здесь получается так вот он выход наши нашим таза видите он может его можно устанавливать как бы и бог но стандартно это идет то есть вниз вниз может быть с маленьким каким-то уклоном почему потому что выход нашей канализации находится вот здесь где труба то где труба он ровно вот 90 то есть по 45 но 90 сюда нам выходит мы же хотим инсталляции немного сдвинуть из-за того что мы сдвинем и здесь уголком 45 45 им поднимем вверх на 9 ну то есть вверх ровненько и согнем старую короче что я вам рассказываю я вам все сейчас покажу и так кого волочки уже поставил как видите но мы сейчас будем еще его регулировать насколько нам надо его ложить или поднимать вот так на данном этапе нам надо сейчас узнать метр от чистого пола смотрите товарища короче здесь объем сюда у меня же здесь есть меточка вот она это у нас будет чистовой пол это уже будет плитка половая плитка будет лежать то есть от уровня чистого пола отнимаем метр ставим меточку вот здесь видите есть метка метр на инсталляции есть тоже метки метр на бочку вот видите вот это короче метка это обозначение что от чистого пола вот это будет наш уровень инсталляции поэтому здесь не прогадаете чтобы приподнять ее на этот уровень нам нужно просто открутить вот эти вот тихо нужно вот эти штучки открутить и на ножках этих он она приподнимается и фиксируется вот этими же болтами одна и вторая лапка вот такие вот лапки ножки сейчас будем выставлять поднял ее на ножках как видите прям вот по вот этим вот полосочкам которые есть наклеечки короче мы не обращаем внимание на наклейки здесь есть на бочке на бочке вот прям выдавленные полоски видите вот вот она эта полосочка у нас все идеально по уровню то есть все метр у нас есть чистый далее далее мы смотрим как она у нас здесь остает видите здесь есть вот опорная планочка для самого унитаза и получается что мы сильно упираемся в стеночку здесь у нас оттопыриваются выкручивается как видите крепление на нужную высоту об выкрутили и таким макаром как видите мы стали дальше от стены то есть хорошо же есть запасе сейчас будем выставлять ее центровать здесь будет у нас обшиваться короб и он будет у нас 90 сантиметров и наша инсталляция должна стать четко по центру то есть 45 сантиметров от стены так и кстати ребята что я обнаружил я обнаружил что здесь нет переходника у нас это труба у нас 100 100 ч 110 но стандартная короче канализационная труба и раньше в инсталляциях были переходники сначала установилась такой переходник потому что в инсталляции труба идет тоньше но здесь как вы видите она сделана уже падает нашу стандартную канализацию то есть выход тот же остался тонкий но здесь он сразу расширяется и получается никаких переходников не надо нам будет просто устанавливаться нашу трубу как я говорил отмеряем 45 сантиметров вот 45 это центр как видите теперь можно что-то делать с нашей трубой трубу скорее всего нам придется подрезать сейчас мы будем смотреть на какую длину и так на на данном этапе я как видите пытаюсь угадать на какой размер мне нужно подрезать нашу вот эту вот черную трубу предварительно выставил 45 понятное дело центр нагнул уголок наш под нужный угол и здесь нагнул тоже и методом как говорится на глаз сделал вот такую вот метку сейчас буду отрезать помощью болгарки я отрезал лишнее и как видите немного заточил край чтобы легко было войти в резинку который вот там вот на трубе вот я еще снял пока мисс пока мисс примеряемся можно без нее устанавливаем ее в наше место назначения пока миссис как я сказал без резинки вдруг она не подойдет вдруг надо будет подрежать еще больше и пробуем нашу инсталляцию вставить в нужное место и как видите она не встает она а хотя нет нет не встает видите на искать пошло сильно придавило то есть нужно подрезать нужно подрезать она должна сесть глубже у нас и будут вот такой вот видите перекос ну что товарищи я вам скажу этот уголок не уменьшался успехом как бы его не подрезал он не хочет становиться в наш градус 45 градус не подходит хотя здесь должно было быть 45 градусов эти стояки всегда идут на под 45 то есть тот кто здесь уже что-то поставил он поставил его или неправильно или немного опустил короче фики знает как таким образом но 45 к не делает ровно ровный вертикальный угол поэтому поехал на рынок и взял 67 градусов фух ребятки вот видите 67 градусов сейчас будем пробовать ставить его и так поставили другой уголочек но теперь у нас получается выше да или нет тебя будем пробовать короче ставить эту самую инсталляцию фух короче чтобы не парить себе мозг и не придумывать велосипед видите что я сделал я подложил с одной стороны и другой стороны сейчас трубки и понял что если немножечко выше приподнять то мы обходим вот эту часть вот видите вот эту самую главную часть обходит вот это вот она намеренно мешает то есть если мы посадим ниже то мы вот этой нашей планкой опорной упираемся блин в канализацию нашу она в любом случае надо согнуть для того чтобы отойти фу блин ё-моё вот поэтому мы на приподнимем и у нас будет не стандарт не стандарт буквально на 2 сантиметра я думаю там не больше ну может 2 и 5 то есть выставлял я до меточки метр вот это что было по стандарту но сделано два на 2 и 5 сантиметра выше так что так товарищи наверно выходим с положением а так сейчас я буду все это опять разбирать ставить резинки и герметично все это собирать тоже хочу показать для чего я купил уголок как видите болтик гайку шайбу вот для чего потому что вот так вот когда мы просто сюда ложим эту часть она не достает до но уголочек стены мы сверлить не будем естественно тем более это стена у нас здесь идут каналы вентиляции вот видите это один из них здесь пятиэтажка знаю здесь пять каналов то есть первый начинается здесь потом 2 3 4 5 короче короче торец мы сверлить точно не будем поэтому я беру такой сюда уголочек там как по ситуации и сверлиться мы будем вот тоже сюда в дальнюю чтобы зацепиться подальше подальше и наша инсталляция хорошо стояла а также я взял один длиннее вот смотрите есть вот такой вот 140 шуруп и дюбель для чего я взял 140 почему потому что здесь у нас кирпичные стены в комплекте идет вот такие вот крепежи маленькие здесь сколько по 8 8 сантиметров и как бы я знаете побоялся на восьмерочку садить вот эту часть видите я хочу ее здесь нормально зайти 140 почти в два раза больше потому что восьмерочка мне не мешает доверия совсем так ну что по верхушке понятно по низушке принципе тоже сейчас мы откручиваем вот эти болты и опускаем наши ножки то есть делаем ее выше здесь фиксируется в пол дюбелями вот этими здесь конечно дело здесь они подойдут и так все-таки обманул наше приспособление вот и вошел вот этой вот частью вот здесь вот прям сюда вот ямочку поняли вот это вот ямочку он у меня здесь проходит и немного опустил все-таки конечно не два с половиной сантиметра но она стала выше на сколько там миллиметра 44 миллиметра где-то она выше как видите да вот так вот все товарищи я уже отметил 90 градусов от угла отбил и по этой стене короче все у нас более-менее совпадает вот засверлился забил дюбеля и уже поставил болты сейчас с помощью нашей трещоточки закрутим их и так хорошо дело идет низушку я сделал не знаю показал не показал покажу еще раз так не все же закрепим вот на нужное расстояние вот один болт вот второй болт высоту я тоже уже отрегулировал все-таки получилось ниже как я и говорил далее далее сюда загнала 140 вот эти что я сделал я вот эту нашу ножку прикрутил к уголку хотел конечно в эту прикрутить но в эту там видите сразу изгиб и не стоит шайба и то есть он нехорошо хотел ближе к углу но здесь тоже достаточно мощно все собака держится далее ребята проще простого то есть у нас есть у нас есть низ он зафиксирован и вот так вот она у нас стоит то есть она стоит нас ровно инсталляция наших теперь осталось только ее знаете туда наклонить или вперед дать все-таки вот эти я вам скажу интересные штукенции что они делали смотрите мы когда крутим вот она ее пододвигает то есть зажимает выкручиваем то есть вытягивает ее а потом вот этот вот вот этим вот вот этой гаечкой мы берем и зажимаем то есть фиксируем контрим это все дело все офигенно офигенно и приспособу ладно в этом в этом молодцы настройка и за настройку блин 5 плюсом ешкин кот так что товарищи далее далее сейчас я выставляю как я показал вот этими штукенциями ближе или дальше тоже по уровню фиксирую и следующий этап это подключение воды пайка воды смотрите как я буду делать я буду при сюда венчивать но на верочку короче на всю жизнь чтобы понимали здесь наматывается фум-лента берется вот уголок ну это уголок который можно крепить понятное дело давно у меня не оказалось тешу не крепить поэтому используем крепежный без разницы сейчас наматываем фум-лентой и очень жестко его сюда закручиваем очень жестко очень жестко его сюда закручиваем и далее мы тупо припаиваемся к водопроводу то есть напрямую без всяких соединителей скруток американок и так далее почему потому что если мы здесь насадим американку этому это у нас будет закрытое место хозяйка пожелала чтобы инсталляция была зашито и сверху вот так вот была полка из плитки и дальше немножко такой подъем поле понял да такой вот подъемчик тоже из плитки то есть здесь будет зашито все и зашито будет по вот такой вот где-то уровень если там вдруг начнет это американочка американочка садится на резиночку если вдруг она начнет течь все ребята это это катастрофа надо разбирать плитку поэтому мы здесь просто появимся если вдруг надо будет перекрыть воду здесь есть краник вот он внутри снимается кнопка она снимается очень легко и быстро и вот здесь вот вот эти вот крайне берет и закручивается все и вода в бак не поступает все вдруг то я не знаю сломалась слив система слива и она постоянно течет или поплавок не держит и она все время течет то есть уже вода может быть уже ребята появимся осталось последний шаг я мой самый сложный шаг здесь я уже вкрутился здрасте села батарейка видите там уже фомочка все накручено вот здесь уже спаяна получается сюда мы спаялись получается вот этот был первый он был самый сложный здесь не было бы хода если бы его стал на потом вот эту часть я сразу спаял целиком потом получилось вот эта вторая часть пришлось раскрутить вот здесь чтобы дать ход чтобы можно было убрать нужно до разойтись для того чтобы бояться а потом уже сойтись и последняя . получается сейчас надо мне третья рука ее у меня нет слышите вот надо чтоб один держал паяльник вот так вот сверху а второй человек сжимал трубы вдавливал их в паяльник ну ничего что-то сейчас как-то будем думать сюда видите я уже засунул валик чтобы он держал чтобы не сдвигалась в сторону получится дорогу будут держать и другой давите ну как-то так а это что заглушку в появились и ура товарищи у меня это получилось довольно таки очень даже хорошо все отлично здесь появилась это отошла на короче блин только у меня по моему дамы мне давали купол но это не страшно так заглушку поставил все даем остыть трубам там где свежая палечка даем остыть трубами и потом включаем воду проверяем все ли у нас пучком завтра уже буду зашиваться вот так вот здесь прикрутил я профиль к стене здесь у нас отличная стена с газоблока просто на саморезы десятку херякс херякс и к стене вот этот профиль вообще можно не крепить закрепил его снизу сверху закрепляется вон к этому профилю этот профиль у нас есть целый просто разрезанный и завернут сюда потом он завернуть сюда короче ребята тут тут особо рассказывать как обшивать в принципе ничего вот у меня просто маленький объем его обшивание то есть получается здесь не надо делать ну здесь маленькое расстояние как видите и здесь маленькое расстояние главное сделать крепкий угол потому что он будет отдельно а сама инсталляция это уже есть упор упор стены то есть получается что на нее понятно мы крутить ничего не будем но крутимся мы по бокам и сама инсталляция она не даст гипсокартон здесь никуда ходить вот и все главное вот вот эта стеночка закрепились и угол сейчас закрепились ну что товарищи готова вот можно зашиваться зашил я короче инсталляцию товарищи я совсем за вас забыл вложу здесь ложу вырежу ложу думаю башка туда-сюда короче ребята как-то недосъемом было вообще и люди про вас вспомнил и думаю блин надо же хоть что-то показать чем я тут занимаюсь доделал я короче короб так как видите высота вот сюда человек если вдруг что можно залезть ключом зажать вот эту вот часть вот этим как его газовым ключом ну короче понятно да и поменять там кран я не знаю там счетчик понятно все в доступе все в зоне доступа здесь как вы поняли дан такая технология короче получается вот идет у нас инсталляция вот идет полочка сверху вот здесь вот у нас тоже плиточка идет внутри вот потом вот здесь вот вот здесь вот выше будет у нас шкаф идти об и вверх повторять то есть вот эту конструкцию я тоже думаю цветом есть такой цвет дсп что-то можно подобрать короче здесь будет шкафчик до потолка он будет с двух дверок раз-два я думаю вы уже видели у меня видео такое такую идею короче вот она зашла всем все хотят так ну вот и занимаемся делаем то есть плитка будет только вот здесь вот полосочка для того потому что здесь будет реально открытое место все далее будет просто висит шкаф шкафу будет задняя стена то есть вот этого всего видно не будет и в задней стене будет у нас дверца вот будет дверцы дверцы будет открываться то ли так то ли вот так вот вниз не знаю еще не придумал вот но что-то придумаю чтобы это вообще было все спрятано ты открываешь дверцы себе там у тебя стоят всякие шампунь шампунь и что там что тут хранят короче люди порошок можно будет кинуть там я не знаю мыло какое-то там поставить дофига чего можно будет спрятать в этот шкафчик он будет достаточно не узкий здесь у нас 17 блин чего 17 сантиметров вот здесь вот то есть и шкаф будет соответственно такой же так ну шо я пошел дальше резать как видите здесь у меня вот тоже этот запил под 45 вот вот здесь вот видите тоже запил под 45 под 45 вот такую вот красоту я делаю то есть никаких уголков сейчас уже не ставится никто не хочет те уголки да и но не техничные товарищи так осталось мне вот сюда с подрезочку сделать не стал ничего показывать я уже все показывал как плитку подрезаю под 45 показывал вот как режу плитку это я вырезал болгарки как видите здесь нас очень маленький как видите сколько здесь мне 6 миллиметров 6 миллиметров сохранил не отрезал хотя хотя реально крышка которая здесь будет ставится да она перекрывает вот это вот так вот забирает она еще вот эту плитку то есть можно было просто отрезать и здесь просто отрезать но тогда был вариант что здесь плитка может лопнуть здесь или здесь поэтому сохранил так все товарищи работаю дальше ну Субтитры сделал DimaTorzok